О-о-о! Короче, пару лет назад мы делали обзор на все симуляторы трюков на самокате, которые существовали на тот момент. И давайте же посмотрим, что с ними произошло спустя столько лет, на что разработчики забили, а что действительно стоило своих инвестиций. Интересуешься инвестициями? Инвестирую вот в такой наждак, вот в такую футболку, или вот в такую сумку, вот такие стикерпаки, а вообще сейчас у нас доступны наборы. и купить мерчуху от нашего фирменного бренда SKU это лучший способ инвестировать в себя как самокатера. А вы думали, какая здесь будет реклама? Секунду, мне звонят. Алло. Да, Даров, ты же не забыл рассказать? Да и обязательно расскажи про спонсора сегодняшнего видео. Вот этим телефоном я пользуюсь последние пару лет. И самое главное здесь, собственно, не сам телефон, а вот этот металлический чехол, который его защищает. Собственно, почему так? Тем, кто активно катается, вряд ли нужно что-то объяснять. Но если вдруг вы не в курсе, вот вам наглядный пример моей проблемы. Мобилка твоя. Она разбилась? Она такая и была, да? Нет, нет, нет. Нет? Так она целая была? Нет, да, она была целая. Вот видишь, только одна отрезка была. Твою маааа. А вот это мой новый телефон, потому что мне не хватало телефона на андроиде. И угадайте, что? У него нет металлического чехла. А почему? Потому что он сам металлический чехол. Когда я понял, что мне нужен телефон на андроиде, я долго выбирал себе подходящую модель. И в итоге мой выбор пал на Blackview B8900 Pro. По сравнению с другими моделями, у него повыше качество камеры, летающий андроид и самое главное, это его неубиваемость. Я много времени провожу в воде, поэтому возможность взять с собой телефон для меня крайне важна. А если в телефоне еще и неплохая 64 мегапикселя тройная камера, то мои тайные мотивы становятся вполне очевидными. Плюсом к его защищенности идет батарея на 10 тысяч миллиампер часов, которая позволяет заряжать телефон раз в пару дней даже при активном использовании. Вы не представляете, как это удобно. И все это в совокупности с 2.4К, громким дисплеем, громким динамиком, 13-м андроидом и 256 гигабайтами памяти. Кстати, есть слот для карт памяти на 1 терабайт, если вам этого мало. Бонусом в комплекте идет тег, который вы можете повесить на рюкзак, самокат, ключи или что угодно, и потом с легкостью найти этот тег через приложение. Но самый главный бонус – это его цена. Вы никогда не угадаете, сколько стоит этот телефон. Заинтригованы? Я оставлю ссылку для вас в описании. Короче, можете меня поздравить с возвращением в Android Club. А для тех, кто хочет ко мне присоединиться, ссылку я оставлю в описании. А это, кстати, не айфун. Итак, сегодня у нас на тесте будет две игры. Первая из них – это Scooter Flow. Scooter Flow, наверное, наиболее популярная из этих двух. Вот столько она на данный момент стоит в Стиме. Последние обновления выходили вроде как в прошлом месяце. И давайте посмотрим, что тут добавили. Значит, менюшка выглядит как раньше. Предлагают что-то кастомизировать. Ого! Можно теперь кастомиз... Ого! 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 Ё-о-о-ошки-проушки. По-моему, кастомизатор самокатов был, но он был не так хорош. Так, ну давайте сразу пойдем куда? Пойдем в мегарампу? Why not? Так, тестируя два года назад, я не сильно помню, какой был функционал у игры. Но я точно помню, что он меня не сильно впечатлил. И управление я попробую вспомнить на ходу. Уу! Окей. Наверное, мы ударили какую-то стену. Давайте в режим Slow-Mo войдем. Я что-то вообще нифига не понимаю. Секунду втупливаю. Это что? Это тормозить? А треугольник? Режим бегать. Окей. Выглядит так, будто будет интересно постримить эту игру. Так. Так. Оп. Випы. Есть. И теперь... А! Ого! Я пытался сделать грэбы. Давайте переместимся в локацию со скейт-парком и повспоминаем, как вообще делать трюки в флет. Итак, мы переместились в стрит, чтобы повспоминать трюки. Принцип исполнения трюков здесь такой же, как в пайпе. Очень мне привычный. И, как видите, я почему-то делаю все время... Оп. Почему два випа все время делается? Почему не один? Блин, еще... Что мне не нравится, это... Градус камеры. То есть, видите, камера как бы слишком низко находится. Как будто было бы лучше, если бы она была чуть... Сверху. Но вид от первого лица... Забавный. Хотя, по-моему, чуть-чуть... Сложновато с ним кататься. Окей, мы делаем фейки. И на 180 выходим. Окей, игра явно стала чуть-чуть плавнее. А nose manual? Ну-ка. Опа. А можем крутануться на nose manual? О боже мой, а как это выглядит? Это все так же выглядит со стороны, да? Зацените, я Жорик. Давай чуть-чуть разгонимся. Опа. Видели? Давайте сейчас попробуем еще раз сделать браи. Вот туда вот, в вал. Опа. На. Отлично. Значит, мы разобрались. Вспомнили управление. Мы сделали супермена только что. Сейчас сделаем еще... Инвард, если я не ошибаюсь. Нет, не получилось. Скажем так, у Scooter Flow не было проблем с физикой. Но как будто добавилось больше трюков. Игра стала чуть-чуть плавнее. В принципе, делая симулятор самоката, проблем с физикой, я думаю, не избежать. Но в основном проблемы физики, вы знаете, в той другой игре. Но вот это как будто должно иметь... Можно упасть на manual? Нельзя. Вот смотрите, я что-нибудь делаю? Я не падаю. То есть я могу бесконечно так ездить и не падать. Как-то коряло все это сделано. Ну-ка, а гринды? Давайте попробуем почему-то погриндить. Посмотрим, как это теперь выглядит. Оп. Так, подожди. Давай пойдем в контроль посмотрим. Ээээ... Трик-трик-трик. Хоп. Памп-крауч. А гриндить? Как? Вы что, хотите сказать, в игре нельзя гриндить до сих пор? Не может быть такого. Окей. Гриндить можно. Гринды сделаны самым, так сказать, почти справедливым способом. То есть, чтобы гриндить, нам надо запрыгнуть прямо... Можем сделать урок в таком... Нет. В общем-то, в последний раз моя претензия основная к этой игре была в том, что немного непонятное исполнение трюков. Оно до сих пор таким и осталось. Типа, в этом плане меня что-то вообще не порадовало. Появились ли какие-то новые карты? Нет, не появились. Я полистал журнал обновлений и сейчас сделаю это еще раз. И расскажу вам, что точно, чем занимались разработчики в последнее время. Последнее обновление 30 августа. Сменена физика мануалов. Добавлена стрит-карта. Улучшены текстурки. И добавлена вибрация контроллера. В прошлом году они добавили баттеркап. Потом они добавили фингервип. Возможность летать на квадрокоптере. И все. Но это очень странно. Типа, выглядит игра неплохо. Особенно вот от первого лица. Это дико неудобно, пацаны. И почему-то трюки не получаются с первого раза. То есть я вроде все правильно нажимаю. Но при этом трюки не выходят. Все как в жизни. Оп. Какого стиля дали. И оно как бы... Немного вгоняет в состояние фрустрации. То есть ты вроде получаешь почти то, чего ищешь. Оп. И мы просто упали в тупую. Очень плохое управление. Давайте еще одну линию проедемся. Попробуем понять, что к чему. Так, мы разобрались, как сделать Брайт. Брайт делать вот так. И он не сделался. Мы разобрались, как скользить по перилам. И тоже это выглядит как-то, ну, очень бетонно. Не знаю, я как самокатер, у меня есть большое желание поиграть во что-то, связанное с самокатом. Но не в это. Оно вроде все выглядит красиво. До момента, пока ты пытаешься в это играть. Короче, мой вердикт по Scooter Flow. Брать или не брать? Наверное, нет. Потому что, да, ситуация странная. Как будто разработчики не забивали игру, как на Pipe BMX. И выпустили пару обновлений за последние пару лет. Но с другой стороны, что-то не ощущаются эти обновления. То есть, я понимаю, что делать игры сложно, но объективно. Я два года назад заходил в игру. Можете посмотреть вот это видео. И там абсолютно то же самое. Добавили пару трюков. Но так нам не трюки нужны. Нам нужно, чтобы игра была реиграбельной. Чтобы был какой-то смысл у нее играть. Поэтому переходим ко второй игре. Вторая игра называется Scoot. Я помню, что Scoot было дико мемной игрой из-за вот этой херни. И мне очень интересно, справились ли разработчики в игре Scoot. Потому что в прошлый раз, когда я снимал обзор на Scooter Flow и на Scoot, Scooter Flow был явно вот прям на три головы лучше. Да, он имел меньше функционала, но он был реально лучший. Из-за своей вот этой плавности. Из-за того, что вот оно вроде как все на картинке хорошо. Когда Scoot, мне запомнился больше какой-то самокатный трэш, но довольно веселый. Собственно, я запустил игру. И первое, что мы видим, это туториал. Я не помню, чтобы раньше он был. Нас учат, как бегать, как прыгать. Ну-ка. Опа. Смотрите, как смешно прыгать, чувак. А как он у него лицо выглядит? Давайте посмотрим. Низкополигиональное лицо. Ну нажмите Y, чтобы позвать ваш самокат. Ого. Ладно, это выглядит неплохо. У нас есть прогресс бар. Рулем. Слушайте, рулит он классно на самом деле, красиво. А, о-о-о-оу. О-о-оу, какие замашки. Я не помню, чтобы это было раньше. Теперь, смотрите, мы можем поворачивать как бы более агрессивно и менее агрессивно. Это очень клево. И теперь, получается, можно делать пауэрслайды. О-о-о-оу. О-о-оу. Огеренно. Йоу. Симулятор пауэрслайдов. Подожди, атакс. У-ху-ху-ху. Вообще кайфы. Этого не было. Этого не было, я бы запомнил. Это слишком круто. Окей. Так, во-первых, мне нравится то, что есть туториал. И нам рассказывают, что, чтобы запрыгивать на вещи, можно делать вот так, сайдхопы. Такие смешные... Ту-ту-телли есть. О-о-о. Нас просто, смотрите, повесили в воздухе, и... Мы такой штукой занимались, кстати, в реальной жизни. Вот так выглядело. Такая у меня основная претензия. Мы прошли туториал, возможно, у меня что-то не так с геймпадом, но как будто банихопы странно работают. В любом случае, вот тут я прям... Я еще ничего почти не видел, кроме начала и туториала, но я уже вижу, что на игру не забивали. Подожди, а я могу как-то поставить его? Ладно. Стой, вот так. И типа, если я стану вот здесь сейчас и так, то он прилетит в руки. Нормально, подожди, я еще раз хочу. Ох, как фпс злюще проседает стоит. Это нехорошо, нехорошо, нехорошо. Но, подожди, еще раз. Пацаны, показываю один раз, как поднимать самокат. Вот так. Так, давайте покрутим настройки графики, потому что это какая-то... Я поставлю на самую низкую и выключу Motion Blue. Онлайн есть. Join Public, Join Private. Create Private. Ну, давайте проедем все по карте, просто посмотрим, что как происходит. Выглядит очень странная игра. Ну, давайте, объективно. Игра выглядит хуже, чем Scooter Flow на графике. Ну, может, это мой компьютер, там, знаете, типа слабенький. Но, ё-моё, типы, я тут решил себе купить стимдек, и вот эта штука однозначно будет залетать просто сходу на стимдек. Так, давай, мы можем упасть на Nose Man или мы не можем упасть на Nose Man или мы не можем упасть на Nose Man или мы можем? Не можем. А что мы можем делать вообще на Nose Man или мы можем? А, да. Так, ладно, это, наверное, у них общее. Окей, это, наверное, проблема любого самокатного симулятора. Честно говоря, я не знаю, как я бы решил эту проблему, но по мне, если перегнуть менуал вперед, то ты должен хотя бы падать. Там я заметил этот восклицательный знак. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. Get the highest score you can in the given time. Да, давайте, почему нет? Окей, score game. Давайте возьмем перилок. Моя первая попытка, она такая же была. Оп! А? А? Это же без реанимации сегодня. Так. Давайте. Опа. И... Я не понимаю, почему банихопы плохо работают. Давайте, подождите, разберемся. А-а-а, может, типа, если я делаю банихоп, то надо быстро? Да, да, окей. А если я просто приседаю... Смотрите, короче, какой баг есть в игре. Значит, если я беру и делаю быстро вот так, то я почему-то не прыгаю. То есть я делаю вниз-вверх. Если я в меру быстро делаю, то я прыгаю. А если я делаю медленно, то я как-то... Странно прыгаю. Еще у меня есть ощущение, что надо нажимать на стик. Короче, прыжки очень странные в этой игре. Я думал, что это мой контроллер, но это не мой контроллер. Но хотя бы можно упасть, ударившись в бордюр. Окей. Но я считаю, что надо, чтобы была возможность упасть на мануале в том числе. Хорошо. Подожди, а это что такое? Это что? Это граффити? Это граффити с украинской отсылкой? Пацаны, для вас. О, стой, подожди, подожди, что я заметил? Смотрите, смотрите, как мы заходим в лавочку. Оп, оп, оп. Не определился сразу, какую поставить. Хорошо, хорошо, хорошо. На самом деле просто восхитительно. Как сделать брайфлип? Давайте разберемся. Окей, окей. У нас почти получилось сделать брайфчик. Не знаю, можно ли сделать его флет. И очень большой вопрос, опять же. Я не понимаю, почему мы не можем прыгать. Я думаю, кстати, по бордюрам можно скользить. Я не понимаю, почему мы прыгаем низко. Но в остальном, мне нравится резкость игры. И такая ее... Пусть графика хуже, пусть плавности гораздо меньше. Пусть моделька выглядит прям... Ну вот там в Скутерфлоу моделька выглядела прям... Ну он же прям красиво там летал туда-сюда. Выглядела шикарно. Здесь, конечно, выглядит моделька срата, мягко говоря. Но, блин, я думаю, даже вы мне скажете, что игра гораздо интереснее. Так, а есть ли вид от первого лица? Кстати, есть вид сверху нормальный. И есть вид от первого лица. Но вот просто посмотрите, смотрите, сравните вид от первого лица. Насколько он реально хуже. Он реально... Игра выглядит реально хуже, чем в Скутерфлоу. Ну-ка, давайте сейчас, подождите, просто разгонимся. Сделаем пауэрслайд. О-о-о-о-о! Как же шикарно! Но вот этот вид, он реально лучше, чем в Скутерфлоу. И даже пауэрслайдить можно тоже реально прикольно. Давайте посмотрим вторую карту. Что там происходило? О-о-о! Что-то он не очень выглядит. Это точно симулятор самоката, а не притоны, типа? Ладно. Окей, выглядит многообещающе. Там тут будет что-то рас... У-у-у-у! Ху-ху-ху-ху! Ё-ошки-ворожки! Тут что-то труба какая-то? Ну что, давайте тогда попробуем повеселиться. Так, мы жестко впампились. Чё... Чё происходит? О-о-окей, я думаю, физика в игре сломалась только что. Как будто это должен был быть какой-то БГР, но я просто понимаю, что... Это, наверное, можно сделать, но уйдёт, чтобы разобраться, куча времени с физикой. Бегфлип, нет? Ладно. А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Окей. Брай! Почти получилось, на самом деле. Хорошо, простая вещь. Я хочу разобраться, как работают трюки в этой игре. Брай! Да ё... Души! А-а-а! Раз, инвард. Нормально. Только хотел Брай, перепутал клавиши. Фейки. Почему? Почему так странно? В обоих играх, двух, как будто управление стало странным. Потому что я явно не разучился. Я в Pipe BMX вчера играл, и всё было нормально. Но оно как будто меня не слышит в половине случаев. Окей. Можно сделать какие-то трюки на хоупинге, судя по всему. Ну... Слушайте, мне нравится этот курс, но как будто в обучении чуть-чуть не хватило адекватности. Давайте посмотрим мультиплеер. Окей. Два игрока онлайн. То есть где-то есть ещё один игрок. Парт-дислексик. Мы ищем чувака под никнеймом Полудислексик. Дислексики без обид. Как-то, видите, нету вот этого... Вот я толкаюсь. О, я даже просто зажал, и он как-то вот это всё делает. Ну, как-то не круто. Очень странно. Окей, мультиплеер есть. Но я никого не вижу. Возможно... Возможно, у нас мультиплеер есть. Если он рабочий, хорошая идея будет провести стрим с подписчиками. Поиграть. Что здесь нарисовано? Let me out. А, у... Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Здоров. А что, чат есть какой-то? Ой, окей. Ладно, я так не умею. Окей! Окей! Что творит-то, а? Делает инвард. Что там ещё? Всё, уже, уже втыкает. Слушайте, выглядит неплохо. Конечно, опять же, вообще не плавно. Абсолютно, ну, я бы сказал, из пальца. Но забавно, забавно, забавно. Надо поразбираться. И мне кажется, мультиплеер интересно, а сколько максимум игроков на сервере? Короче, мой вердикт, пацаны. Не знаю, что бы из этих игр я вам посоветовал. С одной стороны, Scooter Flow, конечно, выглядит красивее. С другой стороны, Scoot, по-моему, явно лучше. Особенно, если сравнивать с тем, что было до этого в игре. По моим личным персональным ощущениям, Scooter Flow больше пиарится в соцсетях. Но при этом в Scoot разработчики вроде как не забили и делают реальный апдейт. Потому что появился мультиплеер, появился какой-то туториал. И сама игровая механика, по моим ощущениям, тоже она лучше. Пусть вот эти банихопы странно работают. Но реально она, походу, лучше. Повеселее будет. В любом случае, у меня есть вопрос к аудитории. Пацаны, у кого есть лицуха, Scoot в стиме? Напишите в комментариях. А я подумаю, если много людей, проведем тогда стрим с подписчиками. Может, если там можно 10 человек, контест проведем. Поэтому пишите в комментариях. А также напишите, какую из этих двух вы бы купили. И появились ли какие-то новые игры про самокат. Если хотите, чтобы я сделал на них обзор. Обязательно переходите по ссылкам в описании. Там много полезной информации. Пока.